Для нашей встречи я хотела бы вам напомнить, сейчас я расшарю экран, очень часто задаваемый вопрос, который, по крайней мере, я надеюсь, вы видите мой экран, по крайней мере, я его точно получаю очень часто, несмотря на все, как говорится, онлайн сопровождения, онлайн рекомендации, как проверить, как цитируется журнал в скопусе. И я хотела вам показать, как бы в онлайн режиме, как это сделать, еще раз, несмотря на то, что вроде бы у нас, мы даже, как бы я это проделала на нашей первой встрече, но вот еще раз, как говорится, повторить пройденный урок. И далее я бы хотела сегодня послушать все-таки вас, есть ли у вас какие-то вопросы, заполняли ли вы вот эту форму самооценки и, скажем так, ну, чтобы все-таки уже сегодня у нас был с вами диалог. Хотя, вроде, мы начали диалог с Сергеем Григорьевичем, но немножко по другой теме. Итак, давайте посмотрим по поводу поиска ссылок на свой журнал. Как всегда, я приготовила презентацию, она включает, как бы, основные вот эти шаги, которые связаны с использованием скопуса и, скажем так, подсказок по поисковому запросу. Но я бы хотела перейти на саму страничку скопуса, и я уже даже, опять-таки, заранее, поскольку мы в прошлый раз довольно-таки интересный пример, его использовали, это журнал по праву, да. Самое главное, как проверить, есть ли ссылки, нужно для этого, нужно даже к этому поиску заранее немножко подготовиться. А именно, подумать, как могли упоминать ваш журнал при статейной литературе другие авторы. Опять-таки, от чего это зависит? Это зависит от того, что ранее было указано в вашем журнале, как он зарегистрирован в ССН-центре. Если он где-то фигурировал в транслитерации, как он мог фигурировать в этой транслитерации, где-то в интернете, у вас на сайте, в ваших собственных материалах и документах. Смысл в том, чтобы собрать все возможные варианты названий. Причем, стараясь их собрать таким образом, чтобы не подхватить, скажем так, варианты другого журнала с аналогичным названием. Ну вот, в нашем случае мы будем использовать три варианта. Название Rudin Journal of Law. И для этого мы открываем скопус. Сразу предлагаю переходить в расширенный поиск. И в расширенном поиске у нас есть раздел при статейной ссылке. Вот с правой стороны открываем его. И здесь мы выбираем поле поиска названия источника при статейной ссылке. То есть система будет искать, скажем так, по журналу, по источнику, где была опубликована статья, на которую сослались в статье в журнале, индексируемом уже в скопус. И далее, вы видите, сразу добавилось окно поиска, да, и круглые скобки. Это ref source title, сокращенный вариант. И круглые скобки. В круглых скобках система понимает, это и есть наши, скажем так, поисковые термин. А дальше я использую вот такие, извините, вот такие фигурные скобки. Что такое фигурные скобки? Фигурные скобки позволяют мне провести поиск по точной фразе. То есть, несмотря на количество слов, система будет искать именно эти слова в том расположении, да, по отношению друг к другу, в котором я указала, и в том правописании, которое я указала. Ну, в данном случае я ссылаюсь на, скажем так, информацию на самом сайте. Итак, первое. Rudin Journal of Law. Capital это, ну, с большой буквы или с маленькой, вот здесь уже не имеет значения. Rudin Journal of Law. Да, правильно. Дальше второе название, я его прямо копирую вот отсюда. И как мне его, скажем так, в этот поисковый запрос ставить? Посмотрите, я между, скажем так, квадратной, точнее, извините, фигурной скобкой и круглой скобкой ставлю оператор or. Что это за оператор? Это булевский, так называемый булевский оператор, который, скажем так, дает команду системе, что система ищет вариант, который до этого оператора указан, или название или вариант, который указан после этого оператора. То есть, или, или, то есть, будут вытащены результаты, где указывается и вариант Rudin Journal of Law, и не в одном месте, а или вариант, который вот мы сейчас с вами укажем. Прямо такое название. Но у нас еще есть третий вариант. Or. Опять ставим, опять фигурную скобку. И третий вариант, да, вот этот бюллетень, особенно тут с точкой. Вернемся на наш, извините, поисковый запрос. И опять фигурная скобка. Указываем вариант. В принципе, какой еще может быть вариант? Вест, да, может быть указано. Вест, rudin. И, да, low. Вот здесь тогда мы можем указать or и попробовать взять в кавычки. В кавычках уже термин или фраза в кавычках уже, скажем так, предполагает не такой точный поиск. Но, вот так возьмем, вест, rudin, и вот просто low. Попробуем. По идее, внутри, скажем так, как соединяются эти термины, по идее, внутри, скажем так, этих кавычек система между этими терминами ставит оператор end. То есть все эти три термина, они должны быть, скажем так, в искомом названии. Причем, что обозначает вот эта звездочка, да, которую я поставила после слова вест. Это значит усечение, да, термина. И это значит, что вместо звездочки система подберет все возможные, ну, как бы все варианты, которые возможны, которые есть в системе. Вест ник, вест точка, вест н точка тоже будет подобран. Ну, давайте попробуем, проведем поиск. То есть, на самом деле, вот это наш последний вариант, вот такой довольно-таки расширенный. Что система нашла? 15 результатов. Что это значит? Это значит, вот в найденных журналах, да, журнал криминологии, высшее образование, Oriental Studies, Journal of Advanced Research and Law and Economics. В этих вариантах, да, в этих, точнее, статьях, при статейной литературе используются вот такие, точнее, цитируются, да, публикации из журнала вот с такими вариантами названий. Как же посмотреть, что это за варианты и что это за статьи? Для этого мы, видите, 15 результатов, да, для этого мы переходим на вспомогательные документы. Раздел вспомогательные документы. Что это за раздел? Это, на самом деле, раздел, который система, скажем так, вычленяет из документов, да, или показывает документы, которые не индексируются еще в скопусе. И здесь мы с вами что видим? Мы видим как раз вот эти самые варианты. Причем, если бы здесь было больше вариантов, появилась бы ссылочка «Свернуть» или «Посмотреть все», мы бы ее раскрыли, но уже здесь система, посмотрите, у нас нет варианта «Вест». У нас, видите, весь ник, практически полное название, РУДН. И уже здесь получается 11 статей, которые цитируются в 15 документах. То есть какие-то статьи цитируются, точнее, в каком-то документе цитируются по 2-3 работы. Вот эти варианты названий, которые вы видите, их желательно, скажем так, сохранить и где-то у себя сохранить. И в дальнейшем, когда вы будете подавать уже заявку на индексацию журнала в скопусе, использовать эти варианты в комментариях или в дополнительном документе, который вы можете прикрепить к заявке, указав, что titles variants, да, варианты заглавий журнала. И указать эти варианты для того, чтобы команда скопус или эксперты не, скажем так, сами не искали, как мог называться или цитироваться в журнала, чтобы у них уже были конкретные перемеры, и тем самым, чтобы они смогли найти максимальное количество ссылок на ваш журнал. То есть вот эти варианты, как их можно выгрузить, вы можете их, скажем так, даже здесь не выделяя, вот внизу нажать «Экспортировать уточнение». И вот это все окошко, да, вот эта вся информация, она выгрузится в CSV-файл, который можно, да, который можно… Вот все эти варианты названий, они у нас здесь перечислены. В Excel-формате его можно открыть. Ну, смотрите, даже есть серия юридическая. Может быть еще, да, вестник российского университета, дружба народов, какое название, да, серия юридические науки. Руден, Джорнала, Флоу. Вот как раз потому, что Руден, Джорнала, Флоу, поэтому система и нашла. А вот если мы проведем еще, давайте отредактируем поиск, попробуем вот просто, вестник еще вот по этому названию провести, поиск. Вернемся назад, «Редактировать». И добавляем еще один вариант. Опять-таки, поскольку длинное название, лучше его вот так. Ну, давайте посмотрим, есть, может быть, еще что-то найдется. Нет, все те же 15 результатов, вспомогательные документы. Сейчас посмотрим. Загружается. И нет, все те же 11 статей. То есть система подхватила все наши вот эти четыре результата. Если вы знаете другие варианты названия, да, и прописания, то укажите их. Это то, что касается поиска, именно, скажем так, цитируемости своего журнала. И вы помните, где у нас система спрашивала этот вариант? В форме самооценки readyforscopus.com. Выбираем русский вариант. И здесь у нас как раз был один из вопросов. Так, так, так. Географическая статья. И журналы цитируются другими изданиями. И можно указать. Вот. Также вы обратили, наверное, внимание на вот эти подсказки по поиску. Здесь же в презентации я их тоже вставила, как бы указала. И обращаю ваше внимание на них еще раз. Кавычки, да, двойные кавычки. В принципе, ну, как бы строгая фраза. Одновременно система будет вести поиск по всем указанным терминам в кавычках. Звездочка, да. Давайте вот так еще перейдем. Звездочка. Замена от нуля и более символов. Операторы and, or, and, not. И вернемся назад. Точная фраза. Это фигурные скобки. Вот эти подсказки помогут вам как раз в проведении поиска. Ну, и мы с вами говорили еще в прошлый раз о использовании скобуса непосредственно даже в своей уже текущей издательской или редакторской работе. Опять-таки, каким образом? Например, с точки зрения поиска рецензентов, например, да. Или с точки зрения, скажем так, прислали вам работу научную, проверить там ссылки пристатейные. Например, поиск по каким-то ключевым словам. Давайте вот так. And Russia. И ищем в ключевых словах поиск. То есть по какой-то тематике. И мало того, что вы уже получаете список журналов, да. Вот здесь можно отсортировать по цитированию, по убыванию. Насколько вы знаете эти работы, насколько ваши авторы, да, вот особенно высоко цитируемые работы. Понятно, что чем, скажем так, точнее будет поисковый запрос, тем меньшее число результата вы найдете. Вы можете даже там абстракт ставить, да, целый из статьи автора и попробовать поискать что-то похожее. И в этом случае, скажем так, возникает вопрос, а автор ссылается на высоко цитируемые работы, да, автор, который вам прислал эту работу, ссылается или нет? Эксперты, да, кто публикует работы по этой тематике, они ваши рецензенты или нет? А если как бы, если вы хотите, чтобы они были вашими рецензентами, как это сделать? Ну, можно из самой статьи перейти, можно из, скажем так, из вот информации с левой стороны, из профилей. Ну, вот давайте, особенно, ну, опять-таки, если это русскоговорящие рецензенты, то вообще тогда можно ограничить, 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 например, страну, да, автора статьи. Вот Russian Federation вообще у нас останется 642 статьи. Опс, извините, произошла ошибка. Еще раз попробуем. Итак, страна, территория. Имеется в виду место работы авторов. Еще раз выберем. Ограничить. 641 работа. Ну, вот, коррупция института, институты в России. Merging markets. Ну, вот, мы уже говорили, можем открыть статью. Посмотрите, у большинства авторов уже, скажем так, указана информация, да, email. И уже можно написать этому автору. Ну, или, как еще один вариант, можно предварительно, да, ознакомиться с, не знаю, с профилем автора. Вот здесь выйти на список его работ, попавших, скажем так, в наш поисковый запрос. И посмотрите сведения об авторе. Новосибирск. Видите, публикационная активность интересна, да, какими-то всплесками у автора. Quality Prices. На самом деле было найдено, да, 5 работ, но всего у него, именно по нашей тематике, но всего 15, H-индекс 6. Ну, скажем так, знакомство с работами позволит вам оценить, насколько интересен вам этот автор с точки зрения, опять-таки, приглашения его в полу рецензентов. И, кстати, публикуется в журналах довольно-таки приличных. Или, скажем так, если есть знаковые его работы, но они не цитируются другим автору, который прислал вам работы по этой тематике, вы можете, скажем так, посоветовать, или инцидент может посоветовать включить в список представительной литературы знаковые, да, ключевые работы по этой тематике. А этого автора, как говорится, взять на заметку. Итак, это вот буквально кратко о том, как можно использовать непосредственно скопус в своей работе и, самое главное, подготовки к подаче заявки. Я тогда прекращаю демонстрацию, и у меня к вам вопрос. Кто-то из вас уже делал такую самооценку по Редифоскопус? Это было, на самом деле, ваше задание, такое домашнее, да, к сегодняшнему дню, к сегодняшней встрече. И если у вас какие-то вопросы по подготовке журнала или по, опять-таки, форме самооценки, по критериям скопуса, можете или поднять руку, или выключить микрофон, точнее, включить микрофон и, да, или, соответственно, задать вопрос. Так, Анна Владимировна, да, у вас вопрос? Да, вот у меня, здравствуйте, есть небольшой вопрос, даже, может быть, такой ритмический. Я сделала предварительную оценку готовности, но поскольку вопросы там только да-нет, и они достаточно общие, ну, в ходе ответа на вопрос, с одной стороны, больше да, чем нет, но понятно, что вот вопросы, они там четкие, например, да, спрашиваются, насколько там ясно, ну, в целом ясно, скажем так, но есть над чем работать. Вот практически по каждому пункту я бы могла сказать, что, ну, в общем, да, но ясно, что нужно улучшить, то есть это не идеал. И хотя общая оценка выходит большая, но если бы я была сама экспертом, я бы сказала, что надо доработать, да, ну, вот как бы вот так. То есть получается, что, конечно же, форма без вот этих подробных уточнений не дает объективной оценки. Конечно, конечно. На самом деле, да, если вы перейдете, ну, если вы вспомните еще буквально до 2018 года, когда вообще появилась эта форма, у нас фигурировало вообще основные только пять критериев, да, или там шесть критериев для, основных критериев для подачи журнала в скобу. Журнал должен быть рецензируемым, название статей, там, название статей, аннотация ключевых слов на английском языке, веб-сайт на английском языке, а ССН должен быть и пристатейная литература в романском алфавите. Все. Это все, что было, скажем так, известно широкому кругу. Эта форма, это в некой степени такой более развернутый, да, список вопросов или критериев, по которым ваш журнал будет оценивать внешние эксперты. Поэтому очень хорошо, что вы посмотрели на эту форму, и очень хорошо, что, вот, я всегда рекомендую, если вы колеблитесь, да, там, да или нет, лучше укажите нет, потому что действительно, все-таки мы с вами отвечаем, и наш взгляд, он субъективен, да, мы знаем, мы уверены. Опять-таки, с той же географией автора, да, были несколько случаев, когда редактор отвечал, да, международный состав авторов, когда выходишь на сайт на англоязычную страницу, просто написаны фамилии и не указана страна, да, где работает этот автор. Я автоматом, например, сама ставлю нет в этом случае, неизвестна, да, география. Это вообще редколлегия. То есть это такие мелкие нюансы, которые, ну, вот, опять-таки, эта форма в большей степени как раз позволяет вам сориентироваться, над чем стоит, что стоит доработать. И если вот очень здорово, что вы уже заполнили эту форму, посмотрели, отметили для себя, и, наверное, поскольку у вас есть планы развития, наверное, у вас есть и какие-то, как говорится, да, дедлайны, какие-то сроки подачи. И, конечно, здесь уже важно сфокусироваться, чтобы и в сроки вписаться, и, исходя из тех возможностей, которые есть, попробовать доработать, да, моменты, которые надо доработать. И еще на что хотела обратить внимание, ну, скажем так, разнообразие, да, или география вашей редколлегии и ваших авторов. И это, опять-таки, один из дополнительных вопросов, которые я очень часто задаю. Знаете ли вы процентное соотношение вот всех ваших публикаций за год, да, возьмите их, там, не знаю, вот сейчас у нас уже почти конец 2020 года, вот возьмите за последние 12 месяцев ваши выпуски и посчитайте, сколько у вас процентов авторов только авторы РУДН, сколько у вас процентов авторов из России, сколько процентов авторов международных. Вот, и следите за этой статистикой, она, на самом деле, ну, как бы, она будет полезна понимать вообще динамику. Возьмите там не последние 12 месяцев, а еще предыдущие 12 месяцев, по ним посмотрите статистику. И, на самом деле, вы сможете также вычленить и понять, да, а каким образом к вам привлекаются эти зарубежные акторы. Кстати, один из способов, если у вас, например, есть в Редколлегии члены, зарубежные члены Редколлегии, вы можете их использовать как ресурс. Каким образом? Они ведь не только, их задача не только, скажем так, помогать в выстроении политики и стратегии развития журнала, но это и, как говорит мой коллега Андрей Михайлов, это амбассадоры вашего журнала. И их задача в том числе и пропагандировать, и рассказывать об этом в журнале. Кто из членов Редколлегии вашего журнала вывешивает у себя на страничке Facebook содержание нового выпуска? Информируют ли они молодых своих ученых, коллег, с которыми они работают, о новом содержании журнала? Знают ли они вообще сами о выпусках новых? Получают ли они такую рассылку? Опять-таки, та сила, которые у вас уже есть, раз эти люди согласились, то это, наверное, опять-таки, если они не совсем погружены полностью в отбор статей, а я уверена, что не погружены для, скажем так, для портфеля нового выпуска, не погружены особо в рецензирование, то поговорите с ними с точки зрения, не знаю, информирования. Хотя бы начните с того, что вышлите им новый выпуск журнала и попросите анонсировать его на их страничке в соцсетях, в Facebook, в Twitter или еще где-то. Спросите их мнение, какие, по их мнению, интересные статьи из нового выпуска и опять-таки, может быть, они рекламируют эти работы у себя в университете или опять-таки на страницах своих соцсетей, точнее, на своих страницах соцсетей. Так что у вас уже, скажем так, если у вас есть в составе редколлегии уже какой-то зарубежный ученый, это очень мощная сила, которой не стоит пренебрегать, а стоит использовать именно как амбассадоров ваших журналов. Еще может быть у кого-то коллегия, кто-то из вас по нашей первой встрече, если вы помните, я еще просила вас посмотреть как раз референсную группу журналов, да, кто-то из вас уже, может быть, над этим вопросом поработал, составил, вычленил, да, из тех журналов, которые уже индексируются в скопус по вашей тематике, именно вашу референсную группу, с кем, ну, соперничать. Или кто-то из вас уже определился с предметными подобластями, если вы будете подаваться в скопус, то в какие предметные подобласти вы попадете. Если вы этого еще не сделали, давайте тогда вот в следующий, на следующий раз, те, кто не доделал, скажем так, домашнее задание там по самооценке сделают, и определить, посмотрите на список предметных подобластей, и определитесь, в какую область попадает ваш журнал, как это сделать. Давайте тогда еще раз расшарю экран и покажу это. Хотя у нас, ну, мне кажется, на каждой нашей встрече я это показываю. Для этого достаточно выйти на сайт elzivirscience.ru, специально даже открою. Он есть в презентации, этот сайт, elzivirscience.ru, раздел продукты, выпадающее меню скопус, и в этом, на этой страничке есть список, список источников индексируемых скопус, то есть это список всех источников. Вы его загружаете, этот список. Он довольно-таки тяжеленький, может занять некоторое время непосредственно загрузка. Так, сейчас пока загружается. Вы видите, 15 мегабайт, а даже больше. Сейчас, сейчас, сейчас. Смысл в том, что там нам нужен будет один, точнее, одна закладка. Большой список, уже 20, почти 4, да, вот, 25 мегабайт практически. Открываем. Но зато вы этот список можете сохранить, и вот один раз загрузив, его сохранить, и уже дальше использовать, не обращаясь к загрузке. Здесь нам нужна будет одна закладка. Она вот, если мы посмотрим на Excel файл, она самая последняя. ASGC Classification Codes. Здесь как раз представлена классификация, журнальная классификация скопуса. И когда, опять-таки, вы будете заполнять свою заявку, вам надо будет указать предметную область или подобласти, с которыми будет ассоциироваться ваш журнал, скажем так, в который попадет, да, ваш журнал. В настоящий момент можно указать не более 4 предметных областей. То есть вы видите, у нас 26, точнее, подобластей, 26 предметной области, и, по-моему, 334, что ли, предметные подобласти. Вы видите, вот, да, они здесь все указаны. В принципе, можно попробовать даже провести поиск. Опять-таки, по тому же журналу право, вот если я просто наберу Low, во-первых, есть Management Monitoring Policy and Low, и второй, Find Next, у нас просто есть право. Социальные науки, код 3308, да, 3308. Вы знаете, что по этому коду можно вести поиск, и мы это не раз показывали. Как еще можно посмотреть предметную область или подобласти, выйдя в скопус, скопус.ком, домашнюю страничку, раздел Источники, она, кстати, Источники у нас доступны даже без подписки. И здесь выбираем отрасль знаний, и здесь выпадающее меню. Ну, здесь просто не очень удобно смотреть, но, в принципе, уже зная, да, ознакомившись вот с таким списком, вам будет легче ориентироваться в этом списке. Low. Можно, кстати, просто набрать. И отмечаем. Применить. Мы видим, что в некоторых журналах написана еще и другая предметная область. Это дополнительная предметная область, и здесь указывается наивысший процентиль, который получает его относительное положение в данной предметной области. И здесь указан, если он, скажем так, в нескольких предметных областях, то здесь будет указан наивысший процентиль по той предметной области, где он занимает наивысшую позицию. Ну, давайте точно выберем там, где у нас право. Вот так можно перейти на страничку журнала. И здесь ознакомиться в разделе «Сайт, скорот, рейтинг и тренды» ознакомиться со списком всех журналов, попадающих в категорию именно право. И вы помните, да, мы говорили с вами, как посмотреть, скажем так, выбрать журнал, да, вот из этого большого списка или по названию, или по поиску, или еще каким-то образом, или вот так просмотром, можно выбрать журналы, скажем так, ну, которые могут стать референдной вашей группой. Или, как вариант, мы помним, что код low – это 3308. Давайте еще раз откроем. 3308. Открываем поиск. Расширенный поиск. Руками набираем Subject Main. В скобках 3308. И давайте исключим статьи, которые полностью на английском языке, да, из нашего поиска. То есть, на самом деле, мы таким образом, что с вами получаем? Получаем список статей, которые опубликованы в журналах по праву, входящих в предметную область по праву, и оригинал этих статей опубликован не на английском языке. То есть, это на самом деле получается максимально схожие для нас условия. Текстовое содержимое. Сейчас мы найдем этот поле поиска, по-моему. Должен быть language, публикация. Так, так, так. Мы можем тогда просто даже провести сейчас и по-другому сделать. Поиск. Пока просто не вижу. И здесь, сейчас секундочку, в конце, из уточняющих результатов, видите, язык. Исключать вот эти языки. Точнее, английский язык. Это оригинал, да? На каком языке опубликован оригинал. Ну, вот у нас 46 тысяч документов. И вот у нас список журналов, да? Которые публикуются не на английском языке. Пожалуйста. Называется. Вот так можно выбрать и посмотреть. Ну, вот. Arab Low Quarterly. Можно сравнить, да, эти журналы между собой, перетерывать результаты поиска. и уже сейчас систему перебросит и уже сравнить до 10 результатов одновременно. Нас интересуют именно журналы по источникам. Открываем эту плиточку и вот у нас эти журналы. Ну, давайте немецкий даже криминалистик, да, какой-то журнал. Неофиликон. Legal History Review. Ревисты. Можно здесь выбирать Био Лоу. Сборник. Ну, вот еще. И можно даже перейти, сравнить источники, посмотреть. То есть, вот таким образом можно подобрать, да, себе журналы для, скажем так, посмотрите, они практически все. Сейчас мы посмотрим по публикациям документы по годам. Кстати, есть какой-то журнал. А все остальные, они практически публикуют одинаковое количество статей в год. Ну, давайте процент нецитируемых статей. У кого он ниже всего, наверное, вот это получается Био Лоу Джорнал. Потому что эти журналы уже только начали индексироваться. У них процент нецитируемых статей очень высокий. Вот этот журнал. С переменным успехом. Сборник, кстати, неплохо. Ну, почти половина, 46% не были процитены. То есть более половины документов цитируются в этом журнале. А вот Concurrences, у него 98% работ не цитируются. Вообще. Не видим, и даже не знаем, был он прекращен или нет. То есть, можно по СНИПам посмотреть по СЖРу. Это журнальные метрики по сайтскор. Ну, довольно-таки ровно. Низкие показатели. Ну, тем не менее. Можно, конечно, сразу, скажем так, если мы вернемся на предыдущую страницу, а точнее на страницу журналов со списком всех журналов предметной области. Давайте еще раз выберем отрасль знаний. Пусть это опять будет право применить. И так еще перейдем. Можно здесь определить, скажем так, четвертый квартир. Вот это у нас получается, если мы говорим про процентили, это с 25 по 0. с 25 ищем. Где-то вот здесь. Ну, вот. Можно сразу, скажем так, ориентироваться на эти сразу журналы, которые уже хоть как-то выросли. Даже вот можно на 26 проценте, 27. Они уже в третьем квартире. И можно, скажем так, посмотреть именно на эту выборку журналов. А что они публикуют? Они уже имеют какой-то вес. Bricks Low Journal. Он наш журнал. Low Journal. Medicine and Law. Можно посмотреть, если сразу такие серьезные планы на второй квартире. Это у нас получается с с 50 по 26 процентиль как раз. Мы даже можем верхушку этого квартира посмотреть. Процентиль – это относительное положение журналов в данной предметной области именно вот здесь по метрике Sidescore. Law and Ethics of Human Rights, Current Legal Problems, American Business, но это ладно, Law and Development Review. Знаете ли вы эти журналы? Почему у них такие показатели высокие? Какова их цитируемость? По сути дела Sidescore – это и есть средняя некая цитируемость работ за 4 года. Temple Law Review, Justice System Journal. Что-то есть схожая линия? Поэтому смотрите, как говорится, на те, кто уже в этой системе, те, кто занимает неплохие позиции, публикует хороших авторов. смотрите на тему, которую они публикуют. Это может быть, скажем так, стать вашим неким, ну, эти журналы могут стать вашей референсной группой с точки зрения выбора тематик, с точки зрения и развития журналов, и подмечания вообще, какие авторы, а есть ли среди этих журналов и российские авторы. Вот таким образом. Итак, коллеги, может быть, еще у вас есть какие-то вопросы? Если вы уже делали самооценку, скажем так, уже сказали, вот, нашли тему, по которым, точнее, направление, по которым нужно доработать. Может быть, есть вопросы? Да, 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 слушай. Я хотела бы просто напомнить коллегам, в связи с тем, что вы собираетесь планировать еще одно строительство провести, у них на самом деле с формальной точки зрения уже практически не остается времени. То есть, эти встречи, они уже будут после даты, которая у нас назначена как подача контрольная по подаче, по представлению, значит, карт и смех. То есть, 18-го дня это дата, которая назначена на представление соответствующих документов. за оставшееся время, фактически за 10-12 дней, рабочих я имею ввиду, должны эти документы составить. Поэтому все, что вы при предыдущей встрече и данной встрече рекомендовали, они уже должны учесть в своих документах. Тогда, конечно, я не знала. В следующей встрече они будут уже как бы во время практической реализации этих документов после их чтобы они это обязательно учили, потому что на разгон время кончилось. Да, понятно, понятно. Коллеги, тогда, да, тогда я не буду вас, скажем так, домашними заданиями перегружать какими-то, если у вас есть дедлайны, да, поэтому отрабатывайте, скажем так, вопросы по, ну, как это говорить, да, причесывайте журналы, поработайте над такими сложными вопросами, тем не менее, ну, как бы реклама всегда нужна, и вот тот тезис, который я высказала, используйте своих, как бы, зарубежных членов, коллеги, как амбассадоров ваших журналов, а это будет, ну, как бы, этот тезис, он всегда актуальный, поэтому, если есть возможность включить в план своих, да, мероприятия или активности связаться с зарубежными членами редколлегии, выслать им там, или постоянно их информировать о новых выпусках и просить их анонсировать эти выпуски у них в соцсетях, это, я думаю, что актуально всегда и сейчас, и на, ну, как бы, на этапе подачи заявки. Может быть, у вас есть все-таки вопросы по, не знаю, по критериям, по тем направлениям, которые вам надо доработать. Или уже всем все известно? Вопросов нет. Ну, тогда, тогда я не вижу смысла, скажем так, тратить время ваше и свое на молчание или на обсуждение, возможно, более широких тем, которые, но которые не относятся, к подготовке журнала. Раз есть, скажем так, задача уже подготовить какие-то документы и отчитаться за них, да, довольно-таки строго, и мы тогда, Ольга Евгеньевна и Екатерина, мы тогда решим, скажем так, когда мы проведем следующую встречу, в каком формате, и нужна ли она, может быть, имеет смысл, не знаю, там, следующую встречу как раз для ваших журналов провести по форме заполнения заявки. Но в этом случае желательно, чтобы вас, скажем так, не перебивать, то есть вы уже должны быть готовы к этой подаче, то есть для тех журналов, которые уже вот будут подаются, будут подаваться. Ну, что касается подачи заявок в Скопус, у нас их не так много, запланировавших подачу, но все-таки несколько, ни один, ни два. Часть журналов, они ожидают результатов по Web of Science, но планируют подать заявки в Скопус. А часть их не подавала никуда, то есть у них вообще опыта нет. Немногие из них в Скопус решатся подать, потому что как-то считают, что Web of Science немножечко как бы психологически полегче. Ну, по крайней мере, я думаю, что вы именно благодаря вашей помощи информационной вот этим занятиям, они, может быть, даже несколько пересмотрят порядок подачи заявок. Ну, по крайней мере, да. Давайте запланируем, может быть, тогда где-нибудь вот по прошествии двух недель этих, после того, как они уже подготовят и сдадут документы, потому что надо им дать на это время. Нет, конечно. Я поэтому вот наше с вами преимущество в том, что мы с вами гибкий, ну, как бы у нас с вами, ну, в нашем с вами взаимодействии гибкий график. Я опираюсь на вас, на ваши, скажем так, потребности и специально как бы планирую, фиксирую это время для того, чтобы максимально вам помочь и ответить на ваши вопросы. Но поскольку вопросов нет, а есть много других дополнительных обязанностей, точнее, основных, я бы сказала, обязанностей, поэтому лучше сфокусируйтесь на них и тогда Ольга Евгеньевна, тогда, наверное, с Катей согласуем, когда лучше вот после уже сдачи документов мы сделаем такую встречу, может быть, опять-таки, некий обзор, коллеги подготовят, что удалось за это время сделать, что не удалось и пройдемся по форме подачи заявки в скокус. Хорошо? Хорошо. Договорились. Тогда, коллеги, по результатам сегодняшнего мероприятия я вам вышлю опять-таки несколько слайдов по проведению поиска и видеозаписи тоже. Ольга Евгеньевна, вот как раз, да, Сергей Григорьевич поднимал вопрос о аккумуляции где-то информации со ссылочками на видеозаписи в одном месте. Вот у него не получается загрузить видеозаписи. которые высылались. Я уже с коллегами, которые у нас в общем-то контролируют эти технические процессы и ведут собственно говоря запись, потому что только они могут потом этой записью распоряжаться. Понятно. Если эти записи были сделаны и они там получились, не испортились, как говорится, к сожалению, они просто потом рассылкой эти ссылки на запись им зашли. Надо учитывать коллегам, что это очень объемные файлы, и они рассылают на путем ссылки на какие-то облачные размещения. И оттуда будут скачивать. И вот в этом случае уже вряд ли кто-то поможет, если только не приедут к помощи рядом сидячего специалиста в IT-технологиях за компьютером. У нас окрепитесь как сведения. Ольга Янина, я как раз и хотел бы получать вот эти ссылочки. К сожалению, просто с топчего сайта я не могу это сделать. Были у меня как-то ограниченные функции. На ваш адрес придет ссылка из облака вы будете скачивать. Не с сайта Тим, а из облака. Я с теми технологии просто у меня по-моему есть очень ограниченный функционал. Ну, в общем, я сравнительно недавно в вашей компании, поэтому может быть еще просто технически у меня не отработано, я не получил все нужные доступы. Возможно, поэтому. Ну, отследите тогда, Сергей Григорьевич, то есть по результатам сегодняшнего мероприятия должна будет прийти материалы PDF, да, и ссылка на запись. Вот, и тогда посмотрите, попробуйте по ссылочке перейти и посмотреть, загружается или нет. обратите внимание, что вам придется смотреть в вашу корпоративную почту. Да, да, я понял. Я понял, да. И тогда у меня еще вопрос, вы не могли бы в корпоративной почте дать телефончик, по которому с вами можно было бы связаться и, ну, можем проконсультироваться по отдельным вопросам. Это вопрос, Сергей Григорьевич, Кольге Евгеньевне. Да, давайте мы с вами все эти вопросы по корпоративной почте и обсудим. Мне писать очень просто. Горячего ОЕ собака.руден.ру пишите свои вопросы позову. хорошо, хорошо. Все решили, Сергей Григорьевич? Да, очень известно. Спасибо. Коллеги, может быть, еще вопросы есть? Ну, давайте тогда, если нет вопросов, тогда все, не будем задерживаться, да, и предварительно следующая встреча через две недели после отработки ваших документов. Договорились. все тогда, хорошего вечера и всего самого наилучшего. Берегите здоровье, не болейте ни в коем случае. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова